Таганрог Таганрог В работе гидравиасалона приняли участие представители 142 ведущих предприятий авиационно-космической отрасли России и зарубежья, а также аккредитованные в России представители военных атташе. Таганрог Работа гидравиасалона освещала около 200 российских и иностранных журналистов. На статической стоянке посетителям выставки была представлена широкая экспозиция образцов авиационной, амфибийной и морской техники. Все желающие имели реальную возможность познакомиться с многоцелевыми самолетами-амфибиями, легкими самолетами-амфибиями, вертолетами российского и иностранного производства. На гидравиасалоне, сочетающем в себе красочность большого авиационного праздника со строгостью деловых переговоров, устанавливались новые деловые контакты, оценивались возможностью рынка и заключались сделки. В ходе проведения выставки рассматривались проблемы применения гидравиации в решении транспортных, противопожарных, спасательных, поисковых, экологических и других задач. Решались вопросы разработки специальных комплексов и оборудования для морских летательных аппаратов. Аэрокосмические отрасли имели возможность свободного обмена мнениями и выработки долговременной стратегии сотрудничества. В павильонах выставочного комплекса участникам и посетителям салона были представлены экспозиции предприятий авиационной и авиаремонтной отрасли. В период проведения гидравиасалона, несмотря на сложные погодные условия, было выполнено более 100 показательных тренировочных и квалификационных полетов. Гидравиасалон 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 Стоящий в одном ряду с современными гидросамолетами, самолет ПО-2 пользовался заслуженным вниманием как со стороны простых посетителей, так и специалистов. Взрослые дети фотографировались на фоне этого легендарного самолета и с еще большим любопытством и удовольствием залезали в его кабину. Гидравиасалон Пилотажная группа «Русь» Вяземского авиацентра, созданного 2 июня 1960 года, Целью подготовки летчиков для службы ВВС и формирования резерва, выполняла фигуры высшего пилотажа на самолетах Л-39. В небе над акваторией Геленджикской бухты Вяземские асы демонстрировали настоящую небесную хореографию. Выступление пилотажной группы «Русь» – это поистине великолепное и яркое зрелище. Первоклассные летчики, мастерски выполняющие целый каскад сложнейших фигур высшего пилотажа, не оставили равнодушными никого. Полетам самолетов-амфибий Бет-200ЧС было уделено особое внимание. Разработанный Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Береева, самолет-амфибий Бет-200ЧС – наиболее совершенный и эффективный из существующих в наше время амфибий. Он предназначен для выполнения транспортных и пассажирских перевозок, тушения пожаров, патрулирования, поисково-спасательных работ, мониторинга экологической обстановки. А после волны летних пожаров, очевидной стала необходимость увеличения парка этих машин. Обладая уникальной возможностью взлета и посадки как на сушу, так и на воду, Бет-200ЧС по своим летно-техническим характеристикам не уступает сухопутным самолетам-аналогам. Легкий многоцелевой самолет-амфибия Бе-103, представленный на гидроавиасалоне 2010, предназначен для использования на линиях малой протяженности в различных районах мира. Самолет пользуется повышенным спросом в прибрежных и островных государствах, имеющих протяженные береговые линии, в районах с большим количеством рек, озер, мелких водоемов, труднодоступных для других видов транспорта. Потенциальными заказчиками этого уникального самолета являются страны Юго-Восточной Азии, Океании, Австралии, Северной и Латинской Америки. Гидросамолеты-амфибия и вертолеты, представленные на гидроавиасалоне 2010, являются наиболее оптимальным вариантом транспорта для людей, ведущих активный образ жизни. Сочетание экономичных, недорогих и очень надежных двигателей с отличной аэродинамикой, гидродинамикой и дальностью полета, достаточной для серьезных путешествий, делают эти самолеты-вертолеты мечтой рыбаков, охотников и романтиков. Основная цель выставки по демонстрации авиации водного и корабельного базирования, с показом перспектив ее развития и возможностей применения, достигнута. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова